Привет, меня зовут Катя или Ринруа, и сегодняшнее видео будет таким экспериментальным, оно не будет полностью посвящено книжкам, но книжки в нём будут. И я немножко здесь с вами посижу, поболтаю, попью водичку, вбухли у меня новая чашка, я не могу ей не похвастаться. Сегодня 1 декабря, у вас второе, и я жутко пытаюсь вложиться в свой график, который сама себе же составила. И знаете, что я поняла? Что если ребёнок даёт тебе записывать видео, записывай, не откладывай, вот я отложила, и это пипец, поэтому наверстываю. Повесила дерзяночку уже, ну-ка повесила, поставила, спасибо фикс прайс, потому что работает он батареек. Вот такой вот первый декабрьский болтологический влог, назовём это так, болтологическое видео, вот, посмотрим, что из этого выйдет. Я спрашивала, может быть, вы хотите поговорить на какую-то тему или ещё что-то, а в итоге вы мне сказали, ну, там был один комментарий, типа, что тебе нравится снимать видео, снимай, о чём хочешь. И я подумала о том, о чём бы я хотела вам рассказать, и поняла, что про свои роды я не хочу рассказывать. Это было слишком, слишком, всё было слишком, тяжело, сложные были роды, поэтому не хочу пока вспоминать. Когда-нибудь, может быть, попозже чуть-чуть, не декабрьское видео с этого начинать будем, так что... Поэтому давайте, знаете, о чём поговорим. Для начала о том, что меня удивило в материнстве, чего я вообще не ожидала. Ну и также я немножко расскажу о том, что я сейчас читаю в конце. Итак, пьём и начинаем. Очень классная чашка, очень красивая, но пить из неё не всегда удобно. Короче, с появлением ребёнка я, на самом деле, как выяснилось, очень многого не ожидала. Хотя прочитала там Петрановскую, почитала других блогеров-мамочек. Я, в принципе, была ко многому готова. У меня даже было несколько консультаций с Долой. Но к чему я не оказалась готова, так это, например, к тому, что вот как сейчас дети хотят спать, но они не спят. Добрый вечер. Это как так-то. Но я не понимаю, если я хочу спать, я усну. Я всё время хочу спать. Мне вот дай волю я сейчас лягу и усну, в принципе. Вот прямо сейчас могу лечь и уснуть на кровати. Ребёнок так не может. Вот она у неё истерика, она плачет, дырёт глаза, хочет спать и не спит. И я помню, что... Сколько племяннику? 9 лет. Вот когда сестра его родила, она мне тоже говорила, что дети жутко странные. Они типа хотят спать и не спят. И я так и думала, ну это как-то странно, такого быть не может. Ну, конечно. Ну, конечно. Может. И это очень сильно меня удивляет, забавляет, а потом уже просто раздражает, потому что она хочет спать. Ты хочешь, чтобы она спала, и никто не спит. Вот. Что ещё меня удивило в материнстве? Так это то, сколько дети жрут. Простите, но это правда. Я как бы понимала, да, что надо ребёнка кормить, он же хочет есть. Я не думала, что они едят так часто. Ну, ладно, сейчас на есть пять раз. А до этого-то постоянно, там каждые полтора-два часа. Здравствуйте, это что такое? Я вообще была не готова. И когда... Мы долго лежали в роддоме, мы обе были в реанимации. И когда вот мне постоянно приносили её и смеси, типа надо там всё это, и ту грудь, ту смесь, эту дурацкую давать, короче, в общем, геморрой какой-то. Я не понимала, что, почему так часто-то. Мне вообще не хотелось этого делать, если честно. И я не думала о том, что детей надо кормить ночью. Вот мой огромный косяк в том, что я как бы не продумала этот момент, когда мне друзья говорили, типа, что... У кого есть дети? Что поспи пока можешь, потом не сможешь спать. Я не понимала, типа, почему. Ну, как бы, да, день это день, а ночь это ночь, ночь надо спать. Ни хрена. Дети едят ночью иногда, иногда не едят. Вот, поэтому у некоторых вообще постоянно ночью жрут. Вот к чему точно жизнь меня не готовила, так это вот к этому. Я не ожидала, что дети так часто пукают. Ладно. Это не совсем всё. Хотя у меня был мопс, и как бы, ну, я ко многому привыкла. Но тоже. Это, конечно, неожиданно, что этот маленький классный комочек может издавать такие звуки. Я не была готова к тому, что они так быстро растут. Правда. Мне сначала по первое время казалось, что это никогда не кончится. Она всегда будет такая вот кричащая, орущая, непонятная. Но нет, она растёт, она становится прям человеком с кабачка, она становится человеком, который ест кабачок. И это до сих пор у меня в голове не укладывается, поэтому я теперь понимаю тех женщин, которые говорят, что дети растут слишком быстро. Да, очень быстро. Не ожидаешь этого. Также в материнстве я, наверное, не была готова к тому, что очень много всего навешивают на мать. И мать делают во всём всегда виноватой. Это очень бесит. Это вообще непонятно почему. То есть, если, не знаю, у ребёнка сопли, ребёнок кашлянул, что-то пошло не так, всегда виновата мать. И неважно, что произошло. И мне вообще очень нравится, что отцов в этой истории вообще не рассматривают. То есть, как бы, типа, он тебе помогает, а он там вот может с ребёнком посидеть, вот это классно. А я вообще этого не понимаю, типа, мы как бы делали его вместе. Алё, почему это, типа, женщина, если что-то делает, это нормально. А если, типа, мужчина, то это он герой. Вот. Это меня тоже всегда очень удивляет. Ну и, конечно, это ответственность, которая на тебя ложится, что в любом вопросе, как бы, тебе говорят, что надо делать, тебе советуют. Но решение в любом случае принимаешь ты. Даже с теми же прививками, с прикормом, их существует столько видов, этих прививок, столько побочек, непонятно, что ставить, что не ставить. А как бы я за прививки в этом плане. Если что, ну, мне как бы кажется, что раз у меня они стоят, то почему бы у неё не должны они стоять. Да, ещё в материнстве я, наверное, была готова к тому, что дети такие громкие. Я человек, который ненавидит громкие звуки, ненавидит громкую музыку. Я послушаю тихонечко в наушниках, там вот на самой маленькой громкости, чтобы никому не мешать, чтобы меня это не раздражало. У меня сразу начинается мигрей. Но дети такие горластые, это просто, господи, мне кажется, они гомперные певцы все пытаются стать. Потому что у нас сверху живёт двое детей. И как раз у них первому, наверное, где-то годика-полтора, а у младшему мы примерно все ровесники. И вот если они орут, я иногда прибегаю в комнату, мне кажется, что моя плачет. А это плачет сверху человек. Вот, поэтому почему они такие громкие, как так? Ну, в общем, это забавно, конечно. Но в целом мамы мне быть нравятся. Чем дальше, тем интереснее. И вначале мне вообще не нравилось, признаюсь честно. Сейчас как бы прям по кайфу. Вот, расскажите, если у вас есть дети, какие у вас были ожидания и реальность. Кстати, я думала о том, что я никогда не буду емать джопу. Вот. Я прям думала, что нет, это будет работа мужа, потому что как бы, ну, шалю. Нет, я в этом ковыряться не буду. Но так получается, что несмотря на то, что у нас очень крупный ребёнок, тяжёлый, высокий, там, в общем, она большая. Её очень тяжело помыть, подержать на руках, вообще вот это вот всё. Но так получается, что всё всегда достаётся мне. Она прям как чувствует, только муж за дверь, и она сразу начинает. Так что, соля Ви. Вот мне интересно, у вас какие были ожидания и реальность, оправдались, не оправдались. Ну, если у вас нет детей, напишите, чего вы ожидаете. Что вам кажется из всего, что я рассказала, правдой или неправдой. Я говорю тихо, если что, потому что в средней комнате ребёнок спит, мы его укладывали 40 минут. Так что, ребят, сорян. Ну, и давайте перейдём к книжкам. С этой темой как-то попроще. В материнстве мне ещё как-то немножко зажато. Страшно сказать что-то не то, потому что это такая скользкая тема. У каждого есть своё мнение. Люди некоторые считают, что если у них больше детей, или дети старше, то они всегда правы. Это, конечно, забавно, все эти советы читать. Поэтому пока так. А там посмотрим, куда нас эта крепая дорожка выведет. Итак, что я сейчас читаю? Ну, потому что вдруг вам неинтересно, например, интересно. Вы сейчас перемотаете такие или дойдёте до этого момента и посмотрите про книжки. Книжный канал. Итак, я начала. Я же дочитала выбор, про который я недавно рассказывала. Если вы его ещё не посмотрели, то посмотрите. Очень интересная книга. Я коротко про неё прям рассказала. Мне кажется, это прям отличный формат. По чуть-чуть, помаленечку. Сразу понятно, читать, не читать. Я решила начать... По-моему, это Роберт Чалдини «Психология. Влияние». Почему я решила эту книгу прочитать? Я когда училась в 20-м, по-моему, году на маркетолога, нам её очень советовали. Я её, естественно, купила, потому что нам уже посоветовали и не прочитала. Такой формат мне не очень нравится, книжек. Но я на ней сейчас участвую в другом проекте. И я на ней тренирую скорочтение. Вот на выборе «тренировать скорочтение» очень плохая идея. А вот на этой книге отличная идея. И я не думала, что она действительно интересно и легко написана. И у меня тут уже есть пометочки даже какие-то, загнутые странички. В общем, книжка оказалась классной. Просто это мои какие-то предубеждения и так далее. В общем, у меня тут всё разделено, сколько в день я должна читать. Я плохо выполняю свои же обещания в этом плане, но скорочтение тренирую. И, возможно, даже ему когда-нибудь научусь. Зачем мне скорочтение? Ну, во-первых, я участвую в проекте. И там просто дали эту технику, чтобы мы читали. Потому что читать это классно и пытаются привить эту любовь к чтению. Мне как бы любовь к чтению прививать не надо. Но, по-моему, нам говорили по статистике, что люди за год всего в лучшем случае одну книгу по своей какой-то профессии прочитывают. И это не очень хорошо. А некоторые вообще не прочитывают. Но в целом читать нужно, особенно если это для... Ну, для того какого-то развития, карьерного роста и так далее. И я подумала, что у меня действительно много книг. Я просто сейчас смотрю много книг, которые я хотела бы прочитать и по копирайтингу, и по писательству, и просто какую-то, ну, нонфикшн, психологию, что-то такое. Но я боюсь, что я в них завязну. Потому что это такие книги не всегда простые. И там есть несколько техник, которые надо использовать. Очень, кстати, на самом деле очень трудно перевариваемый. В плане того, что мы же учили, что книжки надо дочитывать, ничего пропускать нельзя. Если ты слово пропустил, то ты никогда там ничего не поймёшь. В общем, там вообще полная свобода. Там прочитал первые предложения каждого абзаца. Тип, ты молодец. Поэтому учусь, стараюсь выходить за рамки, так сказать. Ну, и мы продолжаем с мужем читать Гарри Поттера. У меня тут фонарик. Уже пришли к четвёртой части. Я должна вам просто показать, какая у меня шикарная закладка с Белатрисой. Я не знала, что она у меня есть. Я просто её нашла в этой книге. А Гарри Поттер я собиралась перечитывать ещё в 2018 году. И я перечитала три книги и 96 страниц. Четвёртый. Я не помню, почему я сдала. Если я в Инстаграме даже отдельный хэштег делала. Что случилось, что пошло не так. История об этом умалчивает. Но вот мы перечитываем, и это настолько прекрасно. Тут очень странный перевод. Ну, я люблю перевод Рассмен. Давайте начнём с этого. Потому что перевод азбуки я не перевариваю. Это очень странно. Я даже не могу его просто, ну как, читать и сопоставлять факты. Потому что для меня это абсолютно непонятные люди все. Но тут тоже очень много странных слов. Например, слово первогодков. Первогодки. Ну, короче, как-то странно склоняется это всё. Но неважно. Здесь столько юмора, ребята. Просто я хотела сказать, что если вы... Я просто не очень люблю четвёртую часть. Потому что её часто показывают по телевизору. Она меня прям уже достала. И я не хотела её перечитывать, честно. Но я пропускать не хотела, тем более у меня муж не читал книги. И поэтому я их читаю вслух, по ролям. Вот это вот всё. Я развлекаюсь, да. И мы читаем и прям смеёмся в голос. Потому что здесь правда очень смешно, очень весело. Братья Уизли просто жгут. И я не понимаю, почему кучу таких смешных моментов не вставили в фильм. Там других можно было убрать, а что-то оставить. Вот измена смешного. И у Дигаря здесь очень большая линия. У отца именно пока. И Седрика не было в основном. И вообще там очень много чего происходило по-другому. Давайте начнём. Давайте будем честны. Вот поэтому, если вы не читали, читали давно. Или там только фильмы смотрели. В общем, очень советую книжки. Потому что книжки всегда лучше. И мы это знаем. Ну, я вообще хотела читать один нонфик. Одну художку. И как бы всё. Но так получилось, что мне муж подарил книги, но не матери. Я их сама выбирала, естественно. И я что-то катала. Ребёнка стояла. Я её открыла. Просто потому, что она называется «Вы найдёте это в библиотеке». И мне очень понравилось. Я, правда, только на первой ещё главе. Или это как маленькие сборники рассказов. Я пока ещё не поняла. Но это настолько классно. Я не могу оторваться. Конечно, я читаю медленно. Потому что три книги, имея ребёнка, это прям... Ну, прочитать надо ещё умудриться. Потому что на эту книгу у меня отведено полчаса в день. И это мы читаем перед сном. А вот это вот как придётся, как попало в каких-то перерывах. Поэтому всё непросто. И меня немножко смущает то, что я-то думала, что я купила такую редкую книгу. Ни у кого её не видела. Вообще думала, да, я вот сейчас прочитаю, всем расскажу. Короче, все её купили, все её читают. И это меня тоже останавливало. Думаю, ну вот сейчас прочитаю. И что я буду рассказывать? Ну, типа, ну, все прочитали, у других посмотрят. Но она, правда, классно написанная. Первый рассказ про очень интересную девушку. Это всё и Япония. Она переехала жить в Токио, потому что не хочет жить в провинции. Что мне просто понравилось. И она осталась после колледжа там. И работает в том месте, куда её просто взяли. Её, типа, нигде не брали. В одно место в магазин взяли. И она там работает. И не знает, какой у неё карьерный рост. Чего она хочет от жизни. Она не умеет владеть компьютером. Вот этим вот всем. И вот сейчас она у меня в рассказе пошла на компьютерные курсы. И я просто сижу и думаю, да, она, типа, умеет печатать Word. Она не любит Excel. Ну, не понимает Excel. Не знает, как он даже выглядит. Она даже думала, что у неё на компьютере его нет. И я просто сижу и вспоминаю Excel в этом сраном институте. И думаю, да, Excel – это полный отстой. Ну, мне просто нравится, что она вот такая вот, не знаю, мне кажется, чем-то меня напоминает. Не знаю, что она хочет в жизни, но чего-то хочет, и поэтому чё-то пытается. Вот. Книжку пока, пока больше ничего по книжке интересного не могу, но привлекает название. Будем честны. Сделана она классно. В общем, прочитаю и, как все, расскажу. Ну, а на этом всё. Я как раз примерно уложилась в своё время, плюс-минус. Так что, ребятки, если у вас есть какая-то тема для таких болтологических видео, напишите мне, пожалуйста. Давайте я что-нибудь обсуждаю, то, что вам было бы интересно, чтобы вы смотрели. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что делитесь этим видео с друзьями, потому что это очень важно. Каждый ваш лайк продвигает это видео. Мне хочется развивать канал. Просмотров сейчас не так много. Меня это немножко расстраивает. Но я стараюсь думать о том, что я только вернулась, только начала. Книжная тема никогда не была особо популярна. И не будем уж врать, да. Поэтому будем надеяться, что я и дальше буду с таким энтузиазмом снимать видео. И всё будет получаться. Вот. Видите я даже не переместила в спальню, на кровать. То есть, ну, думаю, что такие болтологические видео в таком антураже снимать. Самое то. Так что давайте пишите в комментариях. Давайте пообщаемся. Может быть... Ну, напишите, во-первых, что вы сейчас читаете. О чём бы вы хотели видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Ну, и, наверное, всё. Увидимся во вторник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok